Так что подходите, смотрите. Добрый день, меня зовут Денис Радин, занимаюсь фронтенд-разработкой. И сегодня я хотел бы обсудить тему, может быть, менее трогательную, чем Node.js. Честно говоря, перебить Node.js уже ничем не получится, потому что если JavaScript в последнее время — это передовая веба, а Node.js — это передовая JavaScript. Но, тем не менее, есть задачи более рутинные, и, возможно, без них никуда. Это размещение, сборка JavaScript, это его минимизация, это то, чем приходится заниматься каждый день. И неплохо было бы, чтобы это выполнялось как можно более автоматизированно, и чтобы мы на это тратили меньше сил. Я знаю, что сейчас в JavaScript приходит много молодых разработчиков, которые, возможно, вообще никогда не использовали билд-системы и автоматизацию деплоя. Возможно, кто-то не использовал Gradle, поэтому доклад будет состоять из двух частей. Это немножечко об установке Gradle. Это действительно очень просто. Мы с Юрой справились за 10 минут, включая перенос флешки и так далее. И вторая часть ПДФ-ки тоже листаются. Зачем деплой? Ну, это я уже рассказал. Деплой нужен реально. Чтобы не случилось вот такого, чтобы вы на себе не везли огромный груз всяких механических задач. Gradle — это довольно популярная на сегодняшний момент и прогрессирующая билд-система. Ее активно используют Java-разработчики, возможно, в каких-то других языках. И к нему есть несколько плагинов для работы с JS. Про план презентации немного рассказал. Мы установим Gradle, по крайней мере, обсудим, как это можно сделать. Создадим билд-скрипт по шагам и проверим его на практике. Билд-скрипт будет файлы сшивать, минимизировать и заливать на FTP. Начинается все загрузки Gradle с официального сайта. Это простой архивчик с исполняемыми файлами. Мы их распаковываем и добавляем под папку bin в паз. Все, у нас Gradle работает. Проверить мы это можем просто в консоли, введя Gradle. Это работает как на Windows, так и на Mac, так и на Unix, Linux и так далее. То есть, это реально 10 минут работы. Вы можете это сделать буквально даже выпив пиво, то есть, это не очень сложная задача. Есть два Gradle плагина, по крайней мере, их видно через Google 2, может быть, писал еще кто-то, но я нашел два, те, которые заслуживают внимания. Первый это Gradle.js.lep. Эти ссылки есть у меня на блоге, если кому-то будет интересно посмотреть эти вещи, он может либо загуглить, либо потом будет ссылка на блог. Первый плагин, он хорош тем, что у него достаточно прогрессивная система сборки модулей. У него хорошие правила по описанию модулей, и можно за один билтаск собрать довольно сложную систему, но, к сожалению, по состоянию на декабрь 2011 года этот плагин не работал с последней версией Gradle, и у меня не получилось его запустить, я списывался с автором, автор сказал хорошо, я вообще проект забросил, но раз ты пишешь, то я могу посмотреть, поэтому я перешел ко второму плагину, он проще, но он реально работает. Он реально работает, и у автора есть неплохая дока по нему, и достаточно просто им воспользоваться и решить свои насущные проблемы автоматизации. Gradle работает с определенной структурой папок, она менее жесткая, чем в Мавине, то есть просто Gradle скрипт будет считать папкой проекта под папку SRC. Первая часть нашего билдскрипта, который мы будем писать, это непосредственно проверка наличия плагина и его установка из центрального репозитория Мавин. В принципе, это решает проблему скачивания плагина, вы сможете просто скачать пример билдскрипта с блога, либо подойдя ко мне после конференции, и достаточно просто все настроить, сам плагин вам качать не нужно, за вас это сделает Gradle. Затем вам нужно применить плагин, и пишем первую часть скрипта, это комбайн. Комбайн позволяет нам сшить в нужном нам порядке нужное количество JavaScript файлов. Делается все это достаточно просто, мы указываем, Gradle работает на языке груви, честно я груви не знаю, но я смог с помощью хелпа разобраться в том, как мне inputs, outputs привести в нормальный вид, и сделать билдскрипты, которые собирают несколько файлов, указанный файл 1, файл 2, мы видим, это достаточно просто, копипастом можно собрать неограниченной длины, такую цепочку и скомбинировать нужное нам количество файлов, составив один. Следующий билдтаск это Minify.js. Minify.js используя Google Closure Компиллер всеми любимый, кстати интересно знает ли кто-то об каких-то полноценных аналогах, потому что есть какие-то аналоги у Closure Компиллера? Aglify.js? Ну говорят, что у них не совсем такие евристические алгоритмы, они не разбирают иерархию объектов, я такое слышал. Ну дело не в этом, дело в том, что Google продвигает свой компилятор, используя довольно убедительные аргументы, но к сожалению я их не могу сейчас привести в полном объеме, возможно имеет смысл доработать эти пладины, они есть в гитхабе и возможно есть смысл применить какой-то другой компайлер и это даст какой-то выигрыш в объеме, если есть какие-то более выгодные компиляторы. То есть плагин open source по крайней мере тот, о котором мы сейчас говорим. Для деплоя на FTP, то есть мы последними двумя тасками довольно простыми мы сшили нужный нам JavaScript, нужное количество JavaScript файлов в один и минифицировали результирующий файл. Мы видим, что core combine JS это наш output файл и в minify JS мы этот файл core combine JS впустили на вход и на выходе получили core min JS. Core min JS у нас плек в под папку min и автоматически мы можем сделать нужное нам количество build скриптов которые в папку min будут вложить некие компоненты нашей системы. Можно пойти дальше. Дело в том, что Gradle это полноценный язык программирования и мы можем написать такой build скрипт который пройдет по всей структуре проекта найдет какую-то нашу пользовательскую декларацию допустим мы в каждую подпапку будем вложить описание модуля пользовательская ограничена вашей фантазией. С помощью этих тасков и Gradle можно создать build систему практически любой сложности. Дальше у нас идет загрузка минифицированного core min.js на FTP для этого используется untask он очень большой ну по крайней мере в масштабах экрана проектора и я его положил на блок и там вы сможете его скачать это untask стандартный на FTP deploy и ну он работает там нужно указать логин пароль для того чтобы сделать это своими файлами он все файлы из папки то есть работают таким образом что все файлы из папки min с расширением min.js он положит на указанную папку FTP ну и дальше идет запуск Gradle скрипта с помощью простой команды из консоли Gradle минус B равно Core Gradle это тот файл который мы написали это наш build скрипт мы можем проверить сейчас благодаря тому что мы с Юра установили на машину Gradle и сейчас все здесь свежее и рабочее мы можем запустить и посмотреть что произойдет в результате выполнение этого build скрипта сейчас я почищу папку min здесь есть немножечко файлов и они наверное не все нам нужны запускаем build скрипт и получаем ошибку сейчас наверное ага resolve independences он скачивает плагин плагин скачивается успешно ага да это забирается с репозитория мавина дело в том что отличительная особенность Gradle мы можем использовать внутри Gradle скриптов untasky maven таски то есть Gradle довольно гибкая штука ого build successful внезапно внезапно у нас build successful проблема у нас однозначно в файлике давайте его поредактируем да вот но ты фад о о о минифай углифай джейс бьютифай нолдпад или что нам поможет данная ситуация ну в в точно может помочь может помочь в 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 может помочь да по моему по моему кредл скрипт может создать нам новую жизнь после в в в в ну давайте попробуем а ну мы можем по крайней мере посмотреть проблему в нотпаде ее уже как-то решить ну да посмотрим еще на ошибку может еще раз запустим что-то более отдельное скажем а надо было указать я настолько хотел показать свежий свежую установку плагина что даже не проверил не довел это дело до вот в принципе достаточно быстро прошел билд здесь нет ага команда на диплой почему-то не выполнилось у меня это на работе сделано отдельными тасками то есть диплой я делаю не каждый билд но в папке мин мы получили core combined и core мин gs это тот файл который нам билдскрипт собрал из двух из трех файлов у меня здесь в локальной копии в презентации обрезал то есть это и комбинированный файл combined и мин.js можем попробовать запустить а здесь я не ввел диплой нет директорий сам не очищает именно этот билдскрипт но вообще на кредл можно написать все что угодно это язык программирования в принципе а его контейнер ну он это позволяет как же у меня называется диплой диплой хорошо диплой что там диплой есть что я вот здесь будет это нужно запустить так диплой файлов щас диплой диплой Это какие-то мелочи. Сейчас он нам все зальет на FTP. А, на FTP он нам не зальет. Конечно, это FTP нашего кастомера, и я пароль изменил для того, чтобы не показывать его нигде. Запомнил? Ну, возможно, просто нет доступа к серверу. Но реально этот скрипт untask залил бы на FTP все. И пример вот этого билдскрипта грэдловского вы можете стянуть на блоге, где-то там есть адрес pixelcommanders.com, там есть какая-то статейка про это, в которой эти все примеры есть, и вы сможете автоматизировать сборку своего джаваскрипта. Спасибо. Смутило последние вещи с FTP и наша установка, поэтому... Ага. Альтернативы грэдло. Я их не искал, потому что наш кастомер сказал, грэдло это прогрессивно, грэдло это круто, а вообще даже не используйте ничего другого. Допустим, есть такой момент, если тебе когда-нибудь кастомер скажет, тебе нужно использовать ант, ты из грэдла сможешь использовать ант, а наоборот ты сделать не сможешь. Версионность файлов. Можно писать в папку временные файлы, которые будут содержать себе версию. Но это нужен процесс, потому что он был повторять, как это реализовать, как это решение, как это решение. Ну то есть, из коротки в таком решении нет. Ну что он мне каждый раз выпьет новую версию файлов. Это задача, это уже под множество задач создания билдскрипта. То есть, думаю, что тут стоит просто почитать документацию по грэдлу, он это все позволяет автоматизировать. В данном случае это решение сборки джаваскрипта и загрузки на сервер, но версионность венопрешения не поддерживается. То есть, нужен градал код, груди код, который это все засаппортит. Как это, который здесь кеширует? Вы просто на браунде отключаете кешируем, не думаете, что это не ясно будет? Включен кешируем. Эти все компоненты загружаются в другую систему на S3 и эта система уже выполняет версионность. В данном случае это .NET портал. Нет, это не на продакшен идет билд. Это не на продакшен идет билд. В данном случае этот билд идет не на продакшен. Причем, как я говорил уже, обсуждать здесь версионность не имеет смысла. Это можно сделать с помощью грэдл. Но немножко выходит за рамки текущей задачи, скажем так. А давай попробуем. Вопрос был такой. Как дебажить компиляцию, если у нас множественные файлы, как нам отдебажить компиляцию? Короче, вопрос про версионность. Если у кого-то будет решение под грэдл, как ее добавить, это было бы классно. Сразу ему пришло такое решение, но под это нет конкретного кода. То есть, если бы в этой презентации он был, конечно, презентация была бы, возможно, более полезной. Она точно была бы более полезной. Это было бы более закончено. Кстати, интересно, получилось ли у кого-то на JavaScript оформить полный процесс Continuous Integration. То есть, с Continuous Integration сервером получилось? Зачем? Ну, тут вопрос даже не в том, что тесты. Это вопрос требует в результате бизнес-процесс, который хочет стабильности. И да, это нормальное явление, но, как я понял, внедрение буквально по залу Continuous Integration. Это тоже вы внедрили Continuous Integration? А на основе каких инструментов вы это сделали в результате? Jenkins, вы? А вы? Вообще есть совершенно новый инструмент для… Он поддерживает Node, всякие там OHP, Ruby, Python. Он называется Travis. Travis. Да. У него есть сервер. Этот сервер поддерживает GitHub-проекты open-source. Если вам нужно, вы можете скачать сам Travis, это рельса приложения, тоже open-source, и настроить его. Там все предельно просто. Вы один файлик указываете, Travis.yaml, и все. Это, как я понимаю, больше подойдет для Ruby. На GitHub сейчас огромная масса проектов, на Node, на Ruby, на Python, и все юзают этот Travis. Без проблем. Я тоже юзаю. Да, я хотел сказать, что если вы зайдете на сайт Travis, там компелится нода и фейлик все тесты. Да. Странно. Классно. То есть есть Travis, на нем поднимался JavaScript integration, либо это просто можно сказать, что это можно сделать? Работает у вас на проекте. Да. Клево. Сколько? Сколько? То есть Jenkins тоже поднимали мы, да? Прикольно. Тут интересно, тут интересно не только чем пользовались, а тем, сколько людей поднимали это, насколько это на данный момент в Украине вышло на тот процесс, который используется на других языках программирования, насколько это технологичный процесс сейчас среди нас. Вот что было интересно в первую очередь. А какие у нас вообще шерпики, ну, как у вас от Java нет проекта? Ну, что, компиляция нет? Не компиляция, правильно? Компиляция нет уже. Компиляция нет больше. Ну, она… Не все. Там, в основном, не тесты. Ну, да, смотрите, минимально. Объединить в один файл, дальше сделать минификейшн, ну, до этого прогнать тесты, упаковать куда-то. Если взять любую серверную технологию, то я могу назвать сотню шагов, которые надо сделать, чтобы подготовить Enterprise решений. То есть, на самом деле, это задача одного дня для… Скажем так, это не всегда так. Я приводил пример, которым я буду заниматься в ближайшее время. Нужна будет система, когда у нас порядка сотни компонентов в результате получается по плану работ. И нам нужна будет система, которая бы сборку проводила несколько умнее, чем мы можем написать 100 билд-скриптов. И вот одним из шагов дополнительных к тем, что перечислены, это могла бы быть та билд-система, которая использует какую-то внутреннюю декларативность. Как я говорил, уже какое-то внутреннее описание модулей. Там вот, когда я говорил про плагины, один из них поддерживает что-то похожее. То есть, возможность собирать все с помощью одного-двух билд-скриптов. Но, по всей видимости, придется прибегнуть еще к чтению некоторых декларативных файлов для того, чтобы более того, в какой-то момент придется еще парсить шаблоны. Но это уже тонкости проекта. То есть, шаги могут быть, просто это зависит от решения. Один? Есть? О. Ну, я думаю, что тема в действительности интересная. По этому поводу наверняка можно будет еще поговорить на том самом ланче, который вот-вот уже предвидится. Там люди, которые сзади уже видят, уже буквально почти начинают ланч. Окей, да. Еще вопрос, да? По поводу компиляции. Может быть, кто-то знает, или вы знаете, есть какие-то шаги, но вот, например, для того, чтобы свести JavaScript к байт-коду, который бы мог загружаться в браузере. Появляются ли, в принципе, такие проекты, которые бы компилировали JavaScript в байт-код? Продолжение следует... Продолжение следует...